Начальник новой проблемы старые. О функционировании Дорожного фонда в 2014 году рассказал недавно назначенный на пост начальника Департамента Дорожного Хозяйства Александр Лодыжкин. С его слов на ремонт дорог в текущем году было потрачено 514 миллионов рублей, на строительство 227 миллионов. Было завершено строительство мостового перехода через реку Ячменко в Пучешском районе общей стоимостью более 100 миллионов рублей. Выполнена работа по реконструкции дорог Иваново-Кохма. Реконструировано 2,4 километра подъездных дорог к сельским населенным пунктам. Начато строительство дороги Жажлива-Илинска общей протяженностью более 11 километров. Всем дорожникам страны к 2020 году президент поставил непростую задачу – удвоить объемы ремонта дорог. Поручение, на первый взгляд, невыполнимое в силу самых разных экономических аспектов. Но выход найти можно. Например, дороги с низкой интенсивностью движения перевезти из асфальта в щебень. Зачастую такие дороги в асфальте только на бумаге. На наш взгляд, лучше дорога в нормативном состоянии в щебне сегодня, чем в асфальте через десятки лет. Вот, например, щебеночная дорога Южо-Тальцем-Угревский. Отремонтировать ее можно за два года. А переводить в асфальт при существующих финансовых параметрах придется более чем 20 лет. Цена такой дороги в асфальте практически 600 миллионов рублей. Не обошли исполнительные власти стороной и вопрос об аварийности. Участились ДТП на неосвещенных участках ТАСС. Для пешеходных переходов департамент предлагает разметку с высоким светоотражающим эффектом, поперечные предупредительные полосы и замену нерегулируемых переходов на светофоры с кнопками по требованию. Похоже, опасность поджидает участников движения в населенных пунктах, расположенных на дорогах общего пользования. Там практически отсутствует освещение. Пока проблема не решена, водителям на этих участках нужно быть предельно внимательными. Иваново-Родники, пределы города Иваново с 9 по 13 километров. Населенные пункты Малинки, Парфенево, Семинова. На автодороге Иваново-Ярославль. В пределах сел Новоталицы, Буньково. Автодорога Ростов-Иваново-Нижний Новгород. Такие населенные пункты, как Новоталицы, Богданиха, Павлюково, Пустошь и другие. Автодорога Ковров-Шуя-Кинишма. Это Дубакина, Воскресенская, Колобова, Семейная. Перекресток Семейкина. Перекресток с круговым движением с автодороги Вичуга-Старая Вичуга. В качестве эксперимента Александр Лодыжкин предложил по-новому подойти к содержанию дорог зимой. Трассы с малой интенсивностью движения планируется содержать в накате. При подобном подходе снег не счищается, а утрамбовывается. Это позволит продлить срок службы асфальтобетонного покрытия. Мы совместно с управлением ГИБДД подбираем для проведения эксперимента участки дороги с низкой интенсивностью движения. В дальнейшем при положительных результатах этого эксперимента планируется эту практику расширить. Это хорошо там, где длинная зима, с сильными морозами, а в нашей полосе, где частые оттепели, и мы уже это видели, когда укатанная дорога, оттепели, получается, промоенные, проталенные, по ней вообще ездить невозможно. А сбить вот этот вот накат, дорожники знают, что крайне сложно, почти невозможно. Поэтому вместе с ГИБДД, как вы говорите, подбираем дорогу, подбирайте уж с очень низкой интенсивностью движения. Вице-губернатор идею с накатом не поддержал. Губернатор разрешил департаменту провести такой эксперимент. А вот к предложению депутата Владимира Гришина снизить скоростной режим в городе до 50 км в час, Павел Коньков отнесся скептически и сказал, что для начала нужно посоветоваться с общественностью. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.